МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дагестане задержан участник террористической организации ИГИЛ, запрещенной в Российской Федерации, операцию проводили сотрудники ФСБ. По информации силовиков, уроженец республики Абдурахман Абдурахманов являлся финансистом теракта в Стамбуле. Напомним, тогда, в 2017 году, в результате нападения на один из ночных клубов террориста с автоматом Калашникова, погибло 39 и было ранено 69 человек. Миллиарды на дороге. На строительство северного обхода Махачкалы правительство России выделило республике 31 миллиард рублей. Речь идет о ремонте участка автодороги Астрахань-Кочубейки-Зляр-Махачкала. Среднесуточная интенсивность движения составляет около 27 тысяч автомобилей. Деньги выделены Дагестану в рамках плана по строительству, реконструкции и ремонту дорог. Он рассчитан на 2023-2027 годы с общей суммой финансирования 5 триллионов рублей. Сергей Меликов попросил правоохранительные органы изучить обстоятельства пожара в строящемся роддоме в Кизелюрте. Глава региона назвал произошедшее трагедией. Напомним, здание было рассчитано на 120 мест. Пожар возник в пятницу, 24 июня, в главном пятиэтажном корпусе родильного дома. Две соседние пристройки не пострадали. Объект являлся долгостроем. Его строительство начиналось в 2015 году. По поручению Сергея Меликова работы были возобновлены и шли к завершению. Придется не сладко. В Буйнакском районе арестован руководитель кондитерской по делу об отравлении людей. Напомним, ранее наш канал сообщал о массовом поступлении местных жителей больницы и муниципалитета с признаками пищевого отравления. По данным следствия, все они приобретали сладости в одном из местных магазинов. Продолжается расследование уголовного дела. Предприниматель отправлен под домашний арест. Первая группа паломников по благотворительной линии Сулеймана Керимова вылетела в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. На борту 187 человек. Счастливчиков провожали родственники и наша съемочная группа. Слово Патимат Ханаповой. Это непередаваемо. Это невозможно передать то, что я чувствовала. Весь духом радовался. Звонили ей, звонили. Так душевно, со слезами на глазах провожают родственники Санетлова заново. Ей посчастливилось выиграть жеребетки по благотворительному хаджу от Сулеймана Керимова. И вот этот долгожданный момент настал. Я ей говорю, ты не забывай про Керим первый, сделай ему дуа, дай Аллах ему здоровья, чтобы он оказался в середине Фердауса. Дай Аллах, чтобы у него все получилось хорошо, чтобы в следующем году он еще несколько тысяч мог отправлять и вместе нас тут. Во дворе Джума-мечети Махачкалы более тысячи людей. Здесь помимо паломников и провожающие. Вы сына отправляете? Да, сына отправляет. Очень хорошая рада. Расскажите. Какое хорошее дело. Я так рада. Сын и муж едут. Так приятно сердцу, что говорить сложно. Пусть каждый испытает такую радость. Многие из паломников наверняка считали дни в календаре. Они спали прошлой ночью в предвкушении того самого момента, когда воочию смогут увидеть святые земли. В первой группе по благотворительной линии от Керимова 187 человек. Мы чувствуем неожиданность, радость, восхищение. Первая жизнь такая радость. Чтобы денег хватило на весь Тагестан, чтобы всех отправили в хадж. Я заметила, что все плачут, а вы радостны, отличаетесь от других. Радостны? Я радостны, что еду на суши из земли, что посушу могилу пророку Мухаммаду Саламу. И так же все заораты. Я до сих пор поверить не могу. Меня поздравляли все, никак не могла поверить. Вот до сих пор не могу поверить. Таких рейсов планируется еще четыре. Бесплатно в хадж по этой благотворительной линии должны отправиться тысячи дагестанцев. Среди них меценатом Судиманом Керимовым отдельно были выделены квоты для семи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Уминат Курамагамедов из Гунивского района потеряла на фронте младшего сына. Каджимурату Махмудову в этом году должно было исполниться 22 года. Я первый раз всю жизнь мечтала. Хотела очень. Спасибо Сулейману Керимову. Организации отправкой паломников занимаются представителем Уфтеата Дагестана в лице компетентных специалистов и ученых. На время поездки паломников сопровождают волонтеры. Если они будут придерживаться трех правил, будучи в Хадже, в Мекке, в Медине, везде, вообще начиная вот отсюда, иншаллах, целыми здоровыми, с принятым Хаджем, с барракатом они вернутся домой. Вот первое правило – это они не должны забывать, что они гости Всевышнего Аллаха. Раз. Второе – это слушаться руководителям. И третье – это иметь терпение. Прямой авиарейс, трехразовое питание и организация на высоком уровне. Сулейман Керимов позаботился о том, чтобы бесплатную путепку было включено все до мелочей. Вот мы видим, что у нас все хорошо, спокойно. Люди собрались, сейчас идет регистрация. Мы видим, что хорошую работу провели руководители и помощники. Сейчас остается пожелать им всего самого хорошего, чтобы они спокойно, четко провели все обряды Хаджем. Всего из республики в этом году с паломниками на борту запланировано 29 авиарейсов. Последний вылет состоится 3 июля. В этом году из Дагестана к святым местам отправятся около 5000 человек. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Республиканский веломарафон прошел в Махачкале. На центральной площади столицы собрались более сотни велосипедистов. Два, один, старт! Самому юному участнику едва исполнилось 5 лет, а самый взрослый перешагнул в шестой десяток. Веломарафон взял старт на площади имени Ленина. Участники проехали по проспектам Расула Гамзатова, Петра Первого и Насрудинова. Воскресные катания активисты посвятили Международному дню по борьбе с наркоманией, а также Дню молодежи. Среди участников были семьи, школьники и спортсмены. Когда видел настрой ребят, вспомнили о своих молодых годах, которые всю жизнь катались до сих пор на велосипеде. И всех призываю, что самое лучшее для поддержания спортивной формы этот велосипед. Я вам стопроцентно говорю, занимайтесь и всегда будьте здоровы, крепкими. Сейчас я бы молодежи посоветовал бы, если вы правильно будете жить, правильно питаться, правильно спортом заниматься, то и 25 лет, как у вас, да, сейчас 25 лет, 26 лет, 30 лет, и вы будете и 65, и 75, и 85 чувствовать себя как 25 летний молодой человек, как я. Я очень хотел бы, чтобы постоянно это проводилось, чтобы люди из автомобиля сели на велосипед иногда, потому что это нужно, это народу нужен, спорт это главное. Все участники по итогам заезда получили медали и грамоты, а победителям вручили денежные сертификаты, медали, грамоты, призы и подарки от организаторов и партнеров. В Махачкаре с размахом отметили День молодежи. Мастер-классы, концерты, тренинги посетили более 15 тысяч дагестанцев и гостей столицы. Гуляния проходили на площадках бульвара имени Сулеймана Стальского. В продолжении темы сюжет Малики Курбановой. Организаторы учли разную возрастную категорию молодежи, поэтому и площадки предусмотрены как для самых взрослых, так и для самых юных гостей мероприятия. На этой площадке очередь из желающих научится переправляться по веревкам из одного пункта в другой, где условно необходима помощь спасателей. Сам наш отряд занимается поисковой спасателей, работой медиа, совместно с Лизой Олегом мы занимаемся поисками, также взаимодействуем вместе с НЧС. Территория бульвара – сплошной молодежный городок, разделенный на тематические пространства, музыки, креатива и юмора, активного образа жизни и не только. Одно из направлений фестиваля этого года – военно-патриотическая тема. Здесь же можно было пройти один из уроков УБЖ, например, научиться собирать и разбирать автоматы. Увидеть находки времен Великой Отечественной войны дагестанского поискового отряда «Кавказ» и в их импровизированном военном шатре каждый мог почувствовать себя солдатом. Внимание уделили и экологическому воспитанию молодежи. Пункт приема пластиковых крышек работал весь день. Вот, например, есть вырученные средства, например, из продажи, из переработки крышки, можно, ну, отдают нам, могу, на строительство, так и дам честь детей и так далее. В этот день для молодежи проводились лекции, семинары, тренинги, мастер-классы. Спикеры говорили о возможностях самореализации, грантовых конкурсах, креативных профессиях и многом другом. Завершился фестиваль праздничным концертом. У Аварского театра выступили известные артисты Бахте и Туркен. Малика Курбанова, Мурат Бекбарзов, ННТ «Махачкала». Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. В Ботляхском районе произошла массовая драка с поножовщиной и перестрелкой. Погиб 28-летний житель села Чанко. Еще пять участников потасовки доставлены в больницу с различными травмами. Конфликт начался во время футбольного матча между командами сел Ботлях и Чанко. А закончить ссору стороны решили уже за пределами поля. По информации МВД Дагестана, в драке участвовало не менее девяти местных жителей. Возбуждено уголовное дело. В розыск объявлено пять человек. Жажда быстрой наживы важнее безопасности окружающих. Так решили двое молодых людей в Каспийске и начали собирать ливневые решетки и канализационные люки. Полицейские Каспийска задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 23 и 29 лет. Похищенный металл они сдавали в пункты приема, а вырученные деньги тратили на собственные нужды. Часть краденого полицейские изъяли и вернули. Полицейские Буйнакска задержали мужчину подозреваемого в краже двух ковров. По информации МВД республики, 40-летний местный житель незаконно проник в дом по улице Аскерханово и украл имущество у 59-летней гражданки. Подозреваемый был установлен и доставлен в отдел. Мужчина в содеянном сознался, один ковер удалось вернуть владелице, а второй злоумышленник успел продать. Государственным служащим республики проиндексировали заработную плату. Соответствующий закон был подписан главой региона Сергеем Меликовым и принят народным собранием. Так, минимальный оклад консультанта в министерстве составит 17 700 рублей, а главного специалиста 16 200. Отметим, что заработные платы госслужащих не индексировались в регионе с 2014 года. Фонд Адама Янзеева совместно с фондом Инсан организовали в Москве для трудных подростков праздничное мероприятие. Встреча проходила в одном из реабилитационных центров. Для молодых людей выступили звезды российской эстрады. А по завершению всем участникам раздали подарки. Подробности в сюжете моих коллег. Подарить радость тем, кому сейчас тяжело. Трудным подросткам из реабилитационного центра Алтуфьева в Москве провели праздничное мероприятие. Звезды российской эстрады встретились и поговорили с юными воспитанниками, которым по разным причинам пришлось провести здесь определенное время. Красочные творческие номера сопровождались выступлением почетных людей. Среди них организаторы мероприятия – Адам Яндиев, представитель фонда Инсан, директор реабилитационного центра Марина Апарина и другие. По видеосвязи с мотивационными словами к молодым людям также обратился звезда кино – актер Стивен Сигал. Когда вот даже в проведении таких мероприятий интересно, уверенность в себе появляется тоже. Это радость, это счастье, то, что вот наконец-то увидели таких людей. Это круто. Нам всем это нравится. Мне в частности тоже. Данное мероприятие проходит раз в квартал, такие как фестивали разные, разных культур. Они дают положительные эмоции и радость, которая, наверное, не у всех детей была за последнее время в их жизни. Это эмоции, это внимание, это любовь, это просто, что это команда, это как одна большая семья. По завершению встречи воспитанникам центра раздали памятные подарки со сладостями. Молодые ребята имели возможность сфотографироваться, взять автограф и лично пообщаться со звездами. Чем больше счастливых людей рядом с тобой, тем твоя жизнь становится лучше. Не может быть счастья у человека, если кто-то рядом страдает или кто-то не может найти в своей жизни свое предназначение. Поэтому вообще, чем больше делаешь для людей, тем у тебя в жизни все лучше получается. Так устроено Всевышним, и эту формулу даже нет смысла проверять. Чем больше делаешь людям блага, радости, тем больше сам получаешь. Богатый человек становится, когда от слова Бог в душе. А это делаешь другим людям. Хочется сказать славу благодарности благотворительному фонду Адама Индиева и фонду Инсан за такое прекрасное, доброе, светлое мероприятие. Чем больше будет добра в жизни, тем мы будем все счастливее. И есть еще такая фраза, что из зла надо тоже делать добро. Вовремя оказанное внимание, эмоциональная поддержка и правильные слова творят чудеса, уверены организаторы. Поэтому подобные встречи для трудных подростков будут проходить регулярно. То, что я делаю, я понимаю, что будет обратка такая же. И все в этой жизни возвращается. Сделай добро, оно не раз к тебе вернется. И то же самое, я понимаю, что если завтра где-то моим детям нужна будет помощь. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому я знаю, что найдутся такие же люди и будут помогать. Благотворительный фонд Инсан расширяет сферы своей благотворительности. Это, естественно, для нас новая площадка. Это новый формат, может быть. И вот эта коллаборация, модное слово, которую сейчас используют многие, совместное проведение с благотворительными фондами на местах таких мероприятий, я думаю, это вот в перспективе то направление, которое будет для нас в том числе приоритетным. Надо работать с этими ребятами. И самое важное, что получают эти дети благодаря таким встречам, это не конфеты, не сладости, которых и так, в принципе, у них достаточно. Самое главное, они получают мотивацию для того, чтобы поменять свою жизнь. Они видят людей, которые чего-то добились. Они видят людей, которые дают им советы, чтобы они как-то собрались, работали над собой и могли что-то поменять в своей жизни. Я думаю, сегодня этот посыл был услышан. Дети, конечно, отдохнули, но самое главное, они услышали, что им надо самим что-то делать, чтобы поменять свою жизнь. Хамзан Румагамидов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Москва. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова